Всем привет! В этом видео я расскажу про Чака Паланика, про американского писателя, который написал «Бойцовский клуб» и еще более 12 романов, из которых 10 я прочитал. Обобщение про всего писателя и вообще про то, чему можно научиться у этого гениального писателя. Поехали! Здесь на Кубе я дочитал книжку «Колубельная». Пусть вас не смущает, что она разорвана, что это маленькая книжка. Именно то, что она настолько потрепана и демонстрирует то, насколько она ценна, насколько было от нее не оторваться и насколько я впивался в нее. Но речь не только об эмоциях. Когда ты ее читаешь, ощущение, вообще, когда читаешь Чака Паланика, и в том числе эту книгу «Колубельная», ощущение, что тебе делают массаж мозга. Причем не в 4, а где-то в 104 руки, потому что он постоянно затрагивает очень эмоциональные вопросы, которые в обычной жизни просто не подымаются. Грубо говоря, вас чешут там, где вы давно хотели, но где давно не чесали. И это очень приятное ощущение. Он король драмы, то есть любая его история, а это не сериалы. Это именно каждый роман, это как отдельный фильм. И в голове он прокручивается, как фильм. И все они действительно похожи на бойцовский клуб по своей драматичности. Он король драмы. То есть у него и жизненный путь, по крайней мере, биография, которую его пишут, весьма нетривиальный. У него убили отца, он работал в хосписе долгое время, то есть смотрел, как люди уходят из жизни. И вы будете это наблюдать во всех его романах, либо уже наблюдаете уход из жизни. Есть два элемента, которые я в конце видео расскажу, когда поделюсь своими эмоциями. Расскажу два элемента, которые я включил в свой курс, как написать книгу, то есть то, чему можно научиться у Чака Паланика. Я прочитал множество его книг, это особенный автор для меня еще и потому, что я написал уже три романа именно в том же стиле, провокативной, ультимативной прозы, где очень много интроспекции, где мы очень много видим переживаний героя внутри, что он думает о тех или иных вещах, что его зацепляет, запахи, ароматы, звуки, которые он слышит, ощущение камушка в ботинке, которое он ощущает, когда борется за свою победу, за главную цель книги. И вот написав уже три романа в таком же стиле, как он, более того, для меня было большим комплиментом, когда одна из девушек из группы, подписанная на группу Чака Паланика, прочитала мой роман «Стюардесса хроники катастрофы» и написала в отзыве, что если бы она не знала, что это не Чак Паланик, то она бы подумала, что это новый его роман. Это очень приятный комплимент для меня, потому что мне действительно хотелось встроиться в этот тренд, встроиться в этот... Я просто так мыслю, я точно так же мыслю, как и он. Как мне кажется. Только вот на русском языке и про российские реальности. Часто спрашивают, типа, можно ли найти мои книги. Да, конечно, можно, просто они выпущены не от Алексея Ярцев именем и фамилией, а под псевдонимом Руслан Ушаков. И вы можете их найти на Литресе, на Озоне, в Amazon в американском. На американском сайте он также продается. Более того, «Стюардесса хроники катастрофы» уже есть даже аудиокнига, прочитанная, прекрасно прочитанная актрисой, не мной. Поэтому рекомендую вам перейти по ссылкам под этим видео, если вас заинтересует, и прочитать. Вернемся к Чаку Паланику. Я прочитал множество его романов и очень часто знакомясь с людьми, когда мне человек симпатичен, мне хочется его спросить. Когда я вижу, что это интеллектуал, когда я вижу, что это человек, живущий, хорошо ощущающий свои эмоции, неповерхностной жизнью, мне всегда хочется спросить, читал ли он Чака Паланика. И сейчас, да, вот какое-то время был тренд, то есть люди моего поколения, там 1985-1990 годов рождения, у нас были популярные книги в такой обложечке, желтые они были побольше, в основном я читал больше, это мне Федор Блинов, мой друг, дал эту конкретно книгу. И в нашем поколении многие читали Чака Паланика, но проблема для меня заключается в том, что очень многие начинали читать его с «Удушья». Это книга «Удушья», там прекрасный, в общем-то, роман написанный, другое дело, что он там достаточно сильно перегибает палку с пошлостью и грубостью, и это очень многих оттолкнуло. И, к сожалению, часто, когда я говорю Чак Паланик, люди думают, что ну ты, наверное, пишешь такую на грани порнографии провокативную прозу. Да, она провокативная, но от порнографии приходится отступать далеко, порнографию приходится выпускать отдельными тиражами. Поэтому, говоря о Чаке Паланике, когда меня спрашивают, что бы ты порекомендовал почитать, то я, конечно, рекомендую его, но всегда рекомендую не начинать с «Удушья». То есть, если вы хотите, почитайте в последний момент, там классный заход про то, что мужчина живет за счет тех людей, которые его спасают. Он притворяется, что подавился в дорогих ресторанах, выбирает нарочно жертву человека, который мог бы его спасти, и работает, грубо говоря, весь вечер на него. Потом притворяется, что задыхается, этот человек его спасает, и он использует вот этот вот элемент, когда человек, спасший тебя, он потом эмоционально привязывается сильнее даже, чем ты к нему. Это, по крайней мере, Чак Паланик пишет о том, что это вот известный факт такой, возможно, что при работе в хосписе он действительно с какими-то такими вещами сталкивался, и человек, который спас его, начинает нести ответственность за него, начинает у них брать деньги в долг, в общем-то, жить у них и так далее, и так далее, и так далее. И вот к чему это приводит, посмотрите, почти во всех романах это очень любопытно, что и в фильме, и в... смотрите, я даже оговорился, в фильме как будто бы сказал, что и в романе «Бойцовский клуб», и в романе «Уцелевший» про секту, которая образуется вокруг человека, и в романе «Удушья», и в романе «Колыбельная», кстати, тоже, и в романе «Биография Бастера Кейси». Во всех этих произведениях есть герой, который постепенно становится мессией. За этим невероятно интересно наблюдать, потому что буквально только на последних страницах вы узнаете, почему. И с книгами Чака Паланика у меня сложилось особое отношение, потому что каждая его следующая книга меня разочаровывает. Причем, какую бы я ни взял, даже когда «Колыбельную» взял, мне все время в первых 100 страницах кажется, ну все, это, наверное, не лучший его роман, это не то, пигмей особенно подпадает по такую критику часто, и не только мою. Но вот что любопытно, что всегда на последних страницах романа, последние 100... вот ты читаешь, 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 видишь, ну уже чуть-чуть осталось, ну вот 20 страниц, ну уже понятно, что уже все ясно, к чему идет, это с самого начала было понятно, классно, но все слишком предсказуемо. И всегда на последних страницах все разворачивается в такое батальное полотно, и ты вдруг понимаешь, что все, что ты до этого читал, было просто возней двух улиток в кузове грузовика, который несется с обрыва. И вдруг разворачивается все полотно, и ты понимаешь, насколько эпичное произведение перед тобой. Моя любимая его книга — это «Дневник», читал я ее уже порядка 10 лет назад, поэтому могу сказать, что вот я просто для себя запомнил, что она лучшая. Настолько же сильно мне понравились «Невидимки», и именно с «Невидимок» я рекомендую начать читать тем, кто не знаком с прозой Чака Паланика, но людям, которым нравился бойцовский клуб. Если вам не понравился бойцовский клуб, то, скорее всего, вам не понравится его проза. Можете не экспериментировать. Еще можно начать с книги «Кто все расскажет». Мне она безумно нравится. Это шикарная история о том, как женщина, стареющая голливудская звезда, приглашает в свою жизнь мужчину, который является ее любовником, а она достаточно стара. Но при этом он держит в голове, что когда она умрет, он напишет о ней биографию последних дней ее жизни. То есть она настолько популярна, что он точно знает, что сделает себе карьеру. Возможно, это типичный случай для Америки. У нас мы такого слышим мало, но он описывает это как типичный случай. То есть молодой мужчина знает, что вот сейчас он 2-3 года потерпит ее, получит какие-то, может быть, минусы, а может быть и плюсы в репутацию, но он сделает себе точно состояние на этой книге и дальше будет жить уже, дальше уже решать, что он хочет от жизни. И вот посмотрите, как разворачивается эта книга, как об этом можно писать в течение 300 страниц, что не оторваться. И все время интроспекция глубокая. Все время мы видим у него переживания, которые обычные люди просто про них не говорят, а человек и поланик не только их чувствуют, он их способен еще донести до тебя. И теперь к тому, что я обещал, чему можно у него научиться, если вы творческий человек. Если вы хотите, может быть, вам не очень нравится его стиль, но вы хотите у него что-то забрать, взять, стать чем-то большим. Два приема, которые я писал в курсе «Как написать книгу», это именно курс про написание художественных книг, потому что, возможно, вы знаете, что у меня есть деловые книги, юмор, стендап, психология сцены, книга о стендапе и о том, как готовиться к выходу на сцену в этом сложнейшем жанре. Есть книга «Юмор. Инструменты комедии» для тех, кто хочет разобраться, как работает юмор. Есть книга про жанровое кино «Пишем жанровое кино вместе». Вместе с тем, наибольшее счастье в жизни я получал, когда писал книгу «Стюардесса» и книгу «Конкурс» и книгу «Большой красный дракон». Вот они на сегодняшний день являются моим главным детищем, моим главным творением. Почитайте. И возвращаясь к этому в своем онлайн-курсе «Как написать книгу», я посвятил этому целых два урока. Один прием человек-поламик открыто описывает в своей билетаристической книге, то есть в книге, в которой не художественная, он написывает просто свой метод. И он говорит о том, что надо писать про то, что объединяет людей, что людям очень интересно, когда они читают книги, очень интересно читать про некоторые группы социальные и что объединило очень разных людей. Так устроен наш мозг. Это действительно такой фокус. То есть если вы послушаете Александра Маркова лекции, то вы поймете, что такое человеческий мозг, почему он так любит сплетни и различные группы. Поэтому если давать простой совет, то, конечно, пишите про социальные группы. Это вот для тех, кто хочет начать с чего-то. Если у вас есть уже идеи, то сделайте просто акцент на том, что объединяет разных людей. Если у вас на сегодняшний день нет идеи, то это отличная возможность ее начать создавать, отталкиваясь от уже талантливого хода, такого коралла, скелета такого. Напишите про то, что объединяет людей. Вспомните «Три мушкетера» — это история разных персонажей, которые объединены службой королеве. И вот вы можете найти таких историй миллион. Более подробно об этом в курсе, как написать книгу. И второй элемент, который я уже сам вычленил, и читая его литературу, обратил внимание, он о нем не пишет сам, хотя, возможно, его осознает, а может быть и нет. О нем я тоже говорю и рекомендую всем творческим людям, вообще тем, кто хочет развивать свой эмоциональный интеллект. Это метод, который я назвал «Шестое чувство». То есть не забывайте никогда, что у вас гораздо больше возможностей, чем вам кажется. То есть когда вы пишете главу какую-то, вспомните о том, какие запахи чувствуют герои, как пахнет в помещении, какая музыка звучит, или звуки, какие до него доносятся, там шаги уходящего, пускающегося по лестнице человека, или музыка за моей спиной в отеле, анимация, да, или шум прибоя. Что слышат ваши герои? Это всегда очень интересно. То есть там шум вентиляции. У вас есть зрение, у вас есть обоняние, может быть что-то во рту. Очень часто авторы забывают про это, а это отличная возможность. И читатель тоже не заметит и не подскажет вам. Но если вы будете периодически говорить, что сегодня кушал, персонаж как-то делает Эрих Мариэри Марк, он в основном описывает, что пьет персонаж, это добавляет вкусности книги, натуралистичности, естественности ее восприятия. Помните об этих всех чувствах, тактильные ощущения, естественно. Но более подробно я об этом рассказываю уже в курсе для тех, кому интересно. Если кто-то просто хочет эмоциональный интеллект свой развивать, качать себя как личность, то просто не забывайте, что у вас есть множество чувств. И напоследок хочу признаться, что, конечно, в последнее время я читаю гораздо меньше. Благодаря тому, что здесь на Кубе мало интернета, то у меня появилась возможность прочитать целых три книги. Это Чак Паланик, эмоциональный интеллект и искусство спора. Обо всех о них вы можете посмотреть на моем канале, поэтому подпишитесь на него. Часто говорят, что типа литература вымирает, что ее больше не будут читать, но факты показывают, что продажи книг растут, и электронных книг, и аудиокниг растут, людей становится больше, поэтому продаж становится больше, хотя в процентном соотношении, может быть, мы что-то начинаем проигрывать. Но самое главное, что вы должны понимать про книги, о чем никто не говорит, что книга – это абсолютно уникальный способ медиа, как музыка, допустим, когда нет высказывания, но мы все что-то поняли. То же самое и с книгой, она абсолютно уникальна тем, что когда вы читаете, в отличие от аудиокниги или фильма, который является просто постановкой, часто идей, когда вы читаете, то автор имеет возможность говорить с вами вашим внутренним голосом. И вот это уникальная мысль, над которой я бы хотел, чтобы вы задумались. Счастливо. Спасибо, что досмотрели до конца. Подумайте над этим. Субтитры подогнал «Симон»!